всем привет дорогие мои друзья я рада вас приветствовать на канале мари арт живопись маслом меня зовут марина бердник и сегодня мы с вами напишем осенний трамвай по мотивам картины леонида афремова это было опять-таки ваше пожелание выполняю ваши просьбы холстик у меня небольшой 18 на 24 кажется можете взять не смело любой другой побольше подписывайтесь на канал если не подписаны включайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео мы с вами начинаем разбавитель white spirit без запаха кисть беру щетинка небольшая и смешиваю красочку коричневую красненькую на большом количестве разбавителя тонким тонким слоем эти такими вот разнообразными втирающими мазочками я заполняю делать куб под ложечку то есть на картине мы видим у нас края работы более темные да и в середине почти в середине немного смущен фонарь там будет более светло вот я намечаю примерно до куда мне да если поделить холст пополам по горизонтали по вертикали то видно какие места вот я наметила на таким цветом закрыть а дальше мы пойдем постепенно на высветление и вот таким образом мы закрываем наш темные места где-то добавляю больше коричневого сюда же замешиваю охру коричневого и опять-таки присоединяя к этому красно-коричневому то есть что-то типа плавных плавного перехода до дела вот здесь я показала где у меня будет фонарь где-то здесь у меня будет трамвай где-то там пути будут и вот больше охра уже желтенького добавила постепенно начинаем к серединке высветлять все также тоненьким тоненьким слоем смело так такими вот каракулями до мазочки заполняем у меня ультрамаринчик подмешался случайно зацепила это можно стереть и все это закрывается беру красочку индиго и вот если поделить примерно по горизонтали на три части то нижняя третья часть там у нас где-то будет начинаться вот эти вот сами рельсики и по серединке как бы если разделить а нашу работу то половина это будет на одной половине на левой будет у нас трамвай на другой половине будет фонарь и идущие люди небольшим количеством индиго вмешиваю уголки затемняют для чего это надо для того чтобы у нас весь центр то есть не рассеивалось внимание по всей работе а как бы у нас главный герой до фонари вот люди этот трамвайчик то есть чтобы у нас туда в центр устремлялось внимание плюс и рельсы и все такие направляющие нам туда указывают куда нам смотреть куда зрители внимание до коричневой красочкой можно с капелькой индиго такие пока креповатые ну силуэтики людей показываем то есть если пополам по горизонтали поделить холстон мужчинка он будет как раз таки голова до середины также свободными втирающими движениями намечаю наш трамвайчик красочка красно-коричневая беру индиго и также втираю видите вот так где у нас будет окошко трамвая прямо темный в этот свет втираю он отрется хорошо если у вас будет изначально очень мало краски если очень жирно плотно нанесли это будет сделать сложно то есть смотрите если не получается значит имейте ввиду что значит наложили много краски снимайте ее и прокладывайте темный цвет под трамваем темнота взяла индиго втерла за трамваем вот здесь вот слева тоже темнота для чего это надо в принципе потому что у нас трамвай будет по сути светлее чем вот эти вот деревья до которые мы наметили слева трамвая и он у нас должен быть как бы выделяться до беру мастихинчик пасочкой набрала индига но сначала давайте процарапаем где у нас будет фонарь посмотрите там где будут заканчивать ноги подошва до людей фонарь будет чуть чуть выше то есть он подальше от них то есть соответственно он будет выше беру красочку и на желтую немножко с охрань чтобы не откровенно желтый было такой слегка поспокойнее и начинаю мазочками коротенькими набираю краску на краешек мастихина и такими мазочками заполняю свет вокруг фонаря смешиваю лимон желтый с белилками и таким светлым вот непосредственно там где будет сам фонарь не столб саму свечения показываем еще более светлый такой цвет смотрите вот эта подложка которую мы нанесли красноватая да вот желтоватая не пытайтесь ее перекрыть полностью то есть она у нас где-то между вот этими мазочками на кое-где все-таки будет видеть не спешите аккуратно маленькими мазочками аккуратными мастихин постоянно протираем если особенно мы какой-то если вот желтый на желтом работаем как-то не тогда пачкается если мы только переходим какой-то темный цвет подошва мастихина пачкается нам надо положить более яркий уже яркого не получается коричневый с кармин с кармином горизонтальными движениями сейчас перекрываю все эти рельсы которые наметили горизонтальными мазками наношу такой вот коричнево карминовый такой красивый красивый цвет оранжевый с красненьким вот здесь такое светленькое более пятнышко также темноту под трамвайчиком нашим с вставляем делаем плавный переход растушевочку взяла охристый оттеночек здесь такой вот таких оттенков нанесла сильно ровный этот бортик не делаю да вот я наметила процарапала там где у меня будет фара у трамвая и под ней вертикальненько наношу отражение сначала я втираю мастихином набираю оранжевый цвет и втираю его и постепенно мы будем добавлять более светлые оттенки чтобы получался вот знаете какой-то основная светлая по центру до дорожка и постепенно свет рассеивается и становится более такой вот темный процарапала справа где у нас будет край аллейки заканчивается тротуарчик и там уже какой-то возможно парк что-то начинается до растут деревья уходят таль то есть показываем эту перспективу там у нас видно что деревья уходят там свету они будут таять также прочерчивая где у меня будет там форма самого этого и трамвайчик а вот оттеняю уже мастихином индика добавляю а также мастихином на торец мастихина набрала черную красочку индига и вот что-то тоже с левого края какие-то подобия стволиков деревьев наметила также намечаю рельсу наметила но она у меня скажу сразу я ее переделаю потому что нарушена перспектива сейчас я мастихином набираю коричневый с кармином и коротенькими мазочками укладываю что-то такое напоминающее листву да то есть это что мы процарапали деревья да вот где они у нас эти веточки то есть примерно там даже добавляю красненького то есть и красненький карминовый такой довольно таки красно-коричневый но оттенок все-таки темненький заполняем движемся к низу постепенно видите полностью этот подмалевок не перекрывается то есть он виднеется в этом и получается вот он интересным немножечко добавлю также сверху вот этого красного красно-коричневого индиго для того чтобы более потемнее сделать эти края такой же красно-коричневые листвы добавим слева то есть красно-коричневые я говорю да но там не коричневый кармин красный то есть такая смесь сверху чуть-чуть тоже небольшая линия темноты будет также вот здесь внизу этих деревьев заполняю таким цветом несколько мазочков вот добавила оранжеватый оттенок с белилами сюда но втираю опять-таки подмешивается этот карминовый коричнево-карминовый оттеночек процарапываю на рельсы беру индиго на торец мастихина набираю красочки постепенно аккуратненько так укладываю вот я теперь уже по этому цвету который мы втирали оранжевый прокладываю более яркий и уже самую серединку до такого-то разбили желтенький самый яркий свет уже вот появилось ощущение что у нас падает цвет хотя еще парни есть цвет обличок на рельсах ультрамарин темные у меня с капелькой белил такой голубоватым оттенком таким прокладываем вот эти рубльчочки не делайте их сильно яркими взяла кисточку щетинку маленькую потому что там у меня картина стоит на булске мне неудобно мастихином работать целую кисточку и деревья соответственно тоже мы прорисуем кисточкой потому что на стихин так ветки не может плавно прям извивать веточек добавляю немного то есть ствол и немного веточек отражения также покажу немножко и двигаясь дальше дайте деревья которые у нас дальше будут они будут более бледными папа попадают на свет да там рассеиваются свете и более тоненькие линии проводим то есть они уже дальше также этой кисточкой намечаю фонарь сначала основу его а потом уже начинаем прорабатывать какие-то детальки вот эти узоры украшения какие-то расширения внизу макушечку фонаря прорисовываем также и вот от макушки до основания провели не тоненькую линию черненькую а сам фонарь форму мы создаем светом то есть белилки с желтеньким такой почти белый но все-таки не белый желтоватый оттенок этим же цветом покажем где-то немножко блечочки по самому фонарю расширяем к низу и также втирающими движениями краску втираем вниз отражение и вот берем а и прям вот разбили разбеленный желтый около фонаря рядышком несколько маленьких мазочков покажем так вот сияние свечения этого света и дальше продолжаем заполнять наш фон постепенно двигаясь к темным участкам то есть здесь уже играем с оттенками то есть берем охру желтым охру с оранжевым то есть если смотрите какие действия у нас если у нас свечение вот это от фонаря такого желтоватая желтоватого христа это не значит что туда нельзя добавить каких-то оранжеватых красноватых коричневатых оттенков до преобладать будет более конечно светлые желтые оттенки но вот ведь кое-где я добавляю оранжевых и коричневых то есть для того чтобы создать вот это вот массу этих мазков чтобы было поинтереснее покрасивее также что еще здесь важно вот в этой работе да и во всех да в принципе работах смотрите в принципе если посмотреть на всю картину в общем она у нас такая очень темная горит фонарь это какое-то темное время суток то есть фигуры у нас темные трамвай у нас темный для того чтобы нам его как бы подчеркнуть выделить чтобы было видно его да что фигура что трамвай раз они темные значит нам надо рядом с ними проложить какой-то яркий светлый оттенок да тот же разбеленный желтый разбеленная охра там что еще может быть и тем самым у нас и фигурки и трамвайчик они у нас станут более видимым читаться да то есть темная рядом со светлым и становится все виднее обрабатываем фигурки людей также берем коричневая индиго и пока общими силуэтами более такими четкими высматриваем да где у нас курточки штанишки у девочки курточка я добавляю более охристый оттенок какие-то освещенные там допустим плечико на свет попало да я смешиваю желтый с белилками но тоже смешали аккуратненько проложили чтобы он сильно не был ярким то есть не спорил с фонарем отражение от ножек тоже не забываем и также мужчину у него одеяние более темная ну кое-где тоже чтобы не было такое скучное пятно где-то мы поставим более светлых каких-то оттеночков и также отражение опять-таки вот у него правая рука на чуть-чуть отставлена в сторону чтобы это видно было до чтобы это читалось то есть между рукой и и телом проложили тонкую полоску света белила с желтеньким и сразу отделили получается как бы мы фоном разделили то есть свет фонаря вот это свечение это по сути фон фоновые пятна и добавляю интересных каких-то деталей на одежду на курточки по штанишкам можно белесо-голубоватых оттенков положить как бы чтобы не смотрелось таким пятном как одна нога да то есть разделить их каких-то оттенков более светлых проложить если фигурка получилась допустим какая-то толстоватая или что-то какие-то пропорции не такие тоже можно смело фоном обрезать подправить краешком мастихи на уголочком процарапываю там где у нас будет зонтик на улице идет дождь они идут под дождем и мужчина держит руках зонтик процарапали и прорисовывая его с правой стороны более темные оттенки так как эта сторона у нас дальше от фонаря левая более светлые оттенки то есть опять-таки смотрим чтобы у нас была контрастная чтобы его было видно то есть подбираем такие оттенки чтобы все это читалось и были границы зонтика видны в руках между парнем и девушкой да там у нее на плече висит сумочка тоже небольшим мазочком таким показываем как бы капелька этой сумочки и тоненькая линия на плечо как бретель когда идет и пока чтобы показать нашему мокрую поверхность земли мы берем белилки с желтеньким на торец мастихина и горизонтальными мазочками только обязательно выдержать горизонтальность надо чтобы у нас никуда не вытекала то есть я ставим такие вот мазочки горизонтально показывая то что поверхность мокрая отражение идут людей от фонаря сам трамвайчик прорисовываю тоже такими красно-коричневыми оттенками довольно таки пастозно красочку выкладываю а потом сверху буду прорабатывать мастихином более какие-то светлые оттенки интересные чтобы он был такой разнообразный краску сильно не вымешиваю то есть чтобы она была вот именно не какая-то однородная вообще редко-редко когда до идеального состояния однотонного прям однородного смешивая краски я люблю чтобы было вот именно вот эта живость чтобы оттенки разные виднелись то есть они какие-то одинаковые да вот идеально вымешанные около фары передней делаем ореол кожу желтоватый желтовато оранжевый а уже непосредственно сам фонарь свет наносим белилами белилки с ультрамарином немножечко красочки берем и прорисовываем сами наши окошки трамвая таким цветом намечаю в середине если недостаточно темноты беру индиго добавляю индиго туда а отражение какие-то вот плечочки на стеклах ультрамарин с белилками и уже мастихином делаем такие плечочки также покажем отражение от маленьких фар они у нас не так ярко светят то есть отражение будут покороче и начинаем прорабатывать более светлыми оттенками вокруг нашего трамвая как бы вынимая его из этой темноты обнимаем светлыми вот такими мазочками для того чтобы у нас его силуэт стал более узнаваемым но также что еще хочется заметить в этой работе ну вот мы выделили до трамвайчик этот и некоторые границы его прямо специально берем и подзбиваем то есть заходим вот этими светлыми желтыми мазочками на сам трамвай то есть он такой вот как бы вроде виден но где-то моментами перебит этими желтоохристыми охристыми оттенками и также как мы прорабатывали деревья справа таким же образом прорабатываем их и слева то есть и красноватых туда и охристых добавляем оттенков то есть по делаем интересное также а горизонтальными мазочками наносим на показываем вот эту мокрость там где у нас рельсы там тоже влажно и там тоже наносим какие мазочки возвращаем с левого края стволы деревьев этих тоже возвращаю не полностью не сплошным не сплошной линии то есть прерывистой где-то перекрывает листва и и немножко так вот еле-еле можно показать отражение этих деревьев мокрой поверхности земли ну и продолжаем работать то есть прорабатываем трамвайчик то есть а если вот этой макушечке да не видно то есть добавляем коричневатых каких-то оттенков если там надо то есть смотрим подрезаем где-то да то есть играем с контрастом то есть если темно смотрится да там или не видно то есть смотрите анализирует чего не хватает и еще что хотелось бы сказать очень такое очень важный момент по поводу отражения от фар то есть не начинайте их прям под трамваем под трамваем у нас темнота и потом уже чуть ниже у нас начинается отражение если надо прорабатываем фигурки то есть чтобы они смотрелись почетче поярче добавляем и разбеленного ультрамарин чека подкинем куда-то фон немножко около трамвая где-то там и в теневых частях деревья и вот сейчас собственно про что я говорила я убрала вот этот а рельс взяла кармин с коричневым горизонтально все это дело замазала и прочерчиваю новое направление прокладываю также сначала индиго и ставлю потом вот этот голубовато ультрамарин с разбилом до плечок добавляя более светлого желтого опять-таки продолжаю работать с трамваем вытягиваю коричневым цветом красно-коричневым также вот эти вот антенки его там или как они называются рожки травая буквально два движения процарапали торцом мастихина получились рожки как бы этого достаточно возвращаю опять если надо стволы деревьев и вот в принципе трамвай получается посмотрите поближе какие разнообразные масса мазочка человечки наши куда-то шагают такая работа получилась спасибо друзья за просмотр ставьте лайк этому видео подписывайтесь на канал если не подписаны желаю всем вам отличного настроения творческих успехов на этом я с вами прощаюсь до скорой встречи пока пока